А на яичко не снесет? Может Привет телезритель, ты смотришь проект Перекличка Сегодня мы будем выяснить какие популярные граффити есть в Симферополе Но для начала поясним, граффити это изображение или надписи на стенах и других поверхностях В граффити относятся любые виды раскрашивания на стенах Начиная от простых рисунков, заканчивая целым искусством Которые мы уверены, что есть в Симферополе И сегодня вы в этом убедитесь Итак, мы с Мадурочкой добываем драгоценные ответы А мы переходим к третьему месту нашего онлайн топа На третьем месте у нас социальное граффити Да, я думаю так можно выразиться Позади меня находится центр крови, куда приходят доноры А сейчас мы спустимся в подземный переход И посмотрим, что там нарисовано Вот она, социальное граффити В 2016 году все это нарисовали волонтеры и неравнодушные жители города Все рисунки выполнены на белом фоне И это визуально делает переход более просторным и светлым Но самое главное, это информация, которая тут написана Если вы будете идти и смотреть на эту сторону То тут информация для тех, кто уже сдал кровь А на противоположной стороне информация для тех, кто еще этого не сделал Если вы уже когда-то сдавали кровь То знайте, что 14 июня отмечается Всемирный день донора крови И вы уже причастны к этому празднику Если нет, то задумайтесь Может быть, вы могли бы кому-то помочь? Это очень удачное решение украсить переход таким рисунком Ведь теперь проходящие здесь люди знают, что сделать до и после сдачи крови А также все знают, что рядом находится центр крови Но в нашем рейтинге это социальное граффити занимает третье место Скажи, пожалуйста, какое есть граффити в Симферополе? Ну, есть шарик вон здесь Это рисунок или это кто-то нарисовал? Рисунок Рисунок, шарик, который... Ну да, конечно И где он находится? На набережной, наверное На набережной? И стоит посмотреть, да? Ну да, да, окей Подержишь, я запущу? Да, давайте Такой крепко держи, очень крепко Привет! Это курица Это курица? Да Я с курицей, а ты с самокатом И вот вы все! Какое есть граффити в Симферополе? Есть Zero, есть Chaos Ой, я так быстро не могу информацию обрабатывать Что, какое? Chaos, по-моему Потом Лол Ну, хотя бы какой-нибудь одно из них скажи Где она находится? Пус 40, самое топое граффити У нас сейчас, так вот Парк Теренево Там такая стекляшка разбитая Синяя, вы найдете, да? Там на 6,5, 40 И там нарисовано? Да, оранжевый буквально Хорошо, подержишь? Кто-нибудь, два, давайте, троих, подержишься, я запишу Давайте! Да, она может улететь, держи! Вот так вот? Да, за крылышки Если ты это не умеешь курицу держать, да? Нет, я не могу Только со скейтом, да? Я думаю, да Ой, с авокатом я уже все 40 А на яичко не снесешь? Может В перчатках, ты как раз в перчатках вообще удобно будет для них Возле центру Возле центру А, там где по картине Вайзовского, да? Стоит посмотреть, думаешь? Думаю, да Несколько лет тому назад в Симферополе появилось много интересного граффити Автор подписывал свои работы с евдонимом Шарик Некоторые его работы сохранились до сих пор Но многих уже нет И увидеть вы их сможете только на фотках Тут была одна из последних работ, которую нарисовал Шарик Что он хотел этим сказать? Решайте сами Самое главное, что все его работы со смыслом Многие даже сравнивали Симферопольского Шарика С таким известным художником, как Бэнкси Многие его работы были проданы на аукционах Но по сути он точно так же рисовал баллончиками с краской на заборах, стенах и дверях Кто-то может сказать, что в этом нет ничего красивого А кто-то наоборот будет восхищаться А мы переходим ко второму месту нашего онлайн топа Как вы уже поняли, граффити это не просто красивые и не очень надписи Это еще и рисунки, которые можно назвать уличным искусством Потому что разрисовать целую стену не так уж и просто Особенно стену, которую показывали в фильме О чем это я? Объясняю Все слышали о таком известном фильме, как «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика» Большинство его сцен снимались в Крыму, а не на Кавказе И один эпизод был снят в Симферополе, именно здесь, где сейчас новое граффити Что мы здесь видим? Это главный герой Шурик По сюжету он сбежал из психиатрической больницы А это шофер, который помогал ему сбежать А позади меня нарисованы другие главные персонажи Если вы по какой-то причине не смотрели «Кавказскую пленницу», то обязательно посмотрите Потому что сцена побега из психиатрической больницы снималась именно здесь У стены консервного завода имени 1 мая Именно здесь бежал актер, сыгравший Шурика А сцены из больничного сада снимались не за этой стеной, а в Алуште Но граффити на улице Войкова будет всем напоминать, что в столице Крыма снимался знаменитый фильм И поэтому эта достопримечательность занимает второе место в нашем онлайн-топе Привет! Подожди, не убегай Подскажи мне, пожалуйста, какой есть граффити в Симферополе? Смех Ну, вон есть вот какой-то А, вот это вот, которое на этой будке, этот рисунок, да, какой-то? А, по-моему, это по художнику Айвазовскому, да? А еще есть возле музыкальной школы Еще возле музыкальной школы, а там что? Я не знаю Но там какой-то есть, но стоит посмотреть Да Подскажи, ну, пожалуйста, какой есть граффити в Симферополе? Граффити Айвазовского есть на Севастопольской, ну, там перерисовали уже другую картину То есть там теперь новая картина? Да О, и стоит посмотреть? Да Подержишь я запишу? Только ты держи ее закрыли, потому что она может улететь Давай Я пока в телефон запишу Красивые, мне нравятся Красивые рисунки, а что нарисовано? Нарисовано разное Ну, вот что-нибудь одно, чтобы посмотрел прям Я слышал, что существует в Симферополе есть Айвазовский с баллончиком, который рисует картины по Айвазовскому По Айвазовскому это интересно очень И стоит посмотреть, думаете? Я думаю, что да Нам нравится, когда вот на стене где-то, но это очень интересно Ну, это всем нравится, на счет, большое спасибо А что это у нас? Это курица, это курица, животная курица А что вы с ним ходите? Да, я с ним всегда хожу Вот так вот, удобно А, это ваш талисман? Да, талисман Понятно Возле Москвыца, очень красиво, и мальчик в самолете пускает О, то есть это такой рисунок, да? Да Стоит посмотреть, как ты думаешь? Подержишь я запишу? Или ты боишься? Куриц не надо Ты смотришь проект Перекличка И мы составляем рейтинг самых популярных граффити в городе онлайн и офлайн Если со вторым все понятно Руслан, Курочка, Матурочка опрашивают жителей города То с онлайн не так все просто Своё мнение интернет-пользователи уже высказали И остается главный вопрос Какое граффити заняло первое место в рейтинге? Итак, долгожданное первое место Что же это? Это граффити на трансформаторных подстанциях Вот одна такая подстанция, расположенная на улице Севастопольская Выполнена эта работа по мотивам картины Айвазовского «Ночь» Похожая работа выполнена на другой подстанции, которая расположена на улице Русской В районе пересечения Скозлова, близи старинного армянского кладбища Что очень символично, ведь великий художник-маринист Аванец Айвазян был армянином И еще одна работа по мотивам картины «Неаполитанский залив» расположена на пресечении улицы Шмидта и Ленина Недавно имя Айвазовского было присвоено международному аэропорту Симферополь Посадочные талоны, которые получают пассажиры, улетая из Крыма, необычные На них изображен портрет Айвазовского и одна из его работ Всего есть два вида посадочных талонов Но кто же все-таки придумал разрисовывать трансформаторные подстанции? И почему? Идея этого проекта тоже принадлежит крымским волонтерам Они вместе с художниками решили таким образом украсить наш город Согласитесь, что это очень необычное граффити Хочется смотреть на него, делать красивые фотографии А у кого-то появилось желание испортить картину Совсем недавно здесь была непонятная и некрасивая надпись черного цвета Видимо, кто-то тоже пытался нарисовать граффити Но непонятно, почему именно здесь, на готовой работе К счастью, волонтеры и художники обратили на это внимание Им удалось восстановить картину Чему мы очень рады, ведь она занимает первое место в нашем онлайн-голосовании Привет Привет Расскажи нам, пожалуйста, какой есть граффити в Симферополе? Орлы Орлы, это картина такая? Рисунок Рисунок, где она находится? Под мостом, возле... Возле чего? Возле реки Салгирки Возле реки Салгир, то есть там есть этот рисунок, да? Подержи, сейчас запишу Возьми, только аккуратно, аккуратно Держи за крылышки, потому что она может улететь, она буйная очень Рисунок Орлы, да? Да Возле реки Салгир Ну, рисунки, которые на стенах рисуют, какой-нибудь красивый Встречала, когда по городу гуляешь? Мы просто хотим посмотреть Я слышал, что в подземных переходах, многие подземные переходы раскрашивают Там художники России, лаванду там рисуют Как думаешь, стоит посмотреть? Думаю, да Ну, я знаю, Добро мира у нас рисуют, это считается... Да, ну да Это, которые волонтеры, да? Да, да То есть они рисуют красивые картины, да? Да И стоит на них посмотреть? Стоит А как вы относитесь к граффити вообще? Ну, если же это что-то красивое и без там... Ну, без надписей таких? Да, тогда отлично Вот у нас где-то в каком-то переходе есть там журавли А, то есть это красивые? Да Ну, хорошо, мы обязательно посмотрим Спасибо большое Пожалуйста Я видела чаще всего только трансформаторные станции А, которые... Они разрисованы по картинам Айвазовские? Да, или что? Еще... Еще вот эта... Кавказская пленница, да? Где-то там возле... Картина А как вы к такому относитесь? Это вандализм или это искусство? Безусловно искусство Итак, пора подводить итоги нашей переклички Сегодня мы с вами искали ответ на вопрос Какое граффити самое популярное в Симферополе? В интернете на него отвечали подписчики нашей группы в социальной сети А в реале Руслан с курочкой-матурочкой опрашивали прохожих По мнению интернет-пользователей Граффитик в переходе у центра крови занимает третью строчку Рисунок на улице Войкова вторую А лидером интернет-голосования стали трансформаторные подстанции с рисунками по мотивам произведений Айвазовского Это мнение тех, кто голосовал в интернете А вот мнение тех, кого встретили Руслан с курочкой-матурочкой На третьем месте кавказская пленница Второе место прохожие отдали граффити в переходах Айвазовский стал самым популярным граффити в Симферополе по мнению общественности Вот такие дела Знаешь, что я думаю? Если человек красиво разрисовал стену, то почему бы и нет? Это да, только стену тоже нужно выбирать Ведь нельзя же рисовать на административных зданиях Согласен Кстати, те же волонтеры, которые разрисовывали подземный переход и трансформаторные подстанции Они все это согласовывали с администрацией города И это правильно Вывод такой Мы за красивые рисунки на стенах, а не за непонятные надписи на забор Отлично Всем пока Скоро увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok